Я занимаюсь зарубежной недвижимостью по всему миру, со всеми странами мы работаем, я работаю в компании международной, но в планах, конечно, у меня развитие своего дела, ну или хотя бы стать соучредителем девелоперской компании. А сейчас в найме? Да, сейчас я в найме. Я хочу заниматься развитием, ну вообще в планах построить свой коттеджный вилловый поселок в какой-то теплой стране. Но самое главное у меня первостепенное, то есть как мы находим клиентов, да, как клиенты нас находят. У нас есть различные социальные сети, это несколько YouTube-каналов, Telegram. Мы снимаем ролики типа телепередачи, да, обзорные, либо обзор недвижимости, либо экспертные, где я рассказываю о недвижимости в разных странах, да, о налогообложении, доходности, куда лучше инвестировать, прочее. То есть я как бы по сути телеведущая и плюс еще как бы продаю недвижимость. Мне хочется, конечно, в идеале... Продающая звезда. Да. В идеале хочется выйти на то, чтобы больше стать как бы телеведущей, продвигать какие-то проекты, да. Люди, соответственно, уже приходят, а напрямую продажами я не хочу заниматься уже, ну то есть мне хочется именно развиваться вот в этом направлении. Ну и плюс стать там соучредителем девелоперской компании, да, чтобы построить вот собственный вилловый комплекс. Вот как к этому прийти, то есть какие действия темы... Вопрос. У тебя есть опыт предпринимательства? Да, есть опыт предпринимательства. Я в свое время начинала, создавала интернет-магазин автозапчастей. Получилось? У меня сейчас у мужа активно бизнес работает. То есть я создала, заморозила... Слушай, ну классно, а что тогда тебе мешает это сделать сейчас или в чем вопрос у тебя? Ну вот мешает, не знаю, что мешает, не знаю. Сама собой, например, если создавать там девелоперскую компанию, то соответственно инвестиции необходимы, да, то есть у меня нет таких ресурсов. Плюс у меня нет понимания, какие действия делать, какие шаги, да, чтобы, например, в то же время там себя развивать как больше, как телеведущую, да, и чтобы уже в идеале... Скажи, пожалуйста, как девелоперская компания с телеведущей связана? Это разные вещи. Привлечение клиентов таким образом, то есть ты рекламируешь комплекс, да, соответственно, ну как бы... А другим способом можно? Просто смотри, у тебя сейчас две задачи, как будто одна задача это привлечение клиентов через то, что умеешь, через известность или как ты телеведущая, А вторая задача создания девелоперской компании. Это два разных проекта, продукта. Они могут быть соединены, да, но это не обязательно. Это как будто взаимосвязь делаешь, что ты будешь именно таким способом именно девелоперскую тему продвигать. Можно так делать, но как будто не в этом главная задача, а скорее главная задача сейчас определиться, какой проект ты больше хочешь. То есть больше быть телеведущей и продавать проект, зарабатывать на этом, а в дальнейшем создать девелоперскую компанию. Либо сразу создавать девелоперскую компанию, и тогда, может быть, тебе не надо быть телеведущей, а может быть надо, но не сразу, потому что другие компетенции. Как ты говоришь правильно, привлечение партнеров инвестиций и упаковку проекта вообще. Это первичные будут компетенции тогда в этом. Первостепенно у меня, наверное, первая, то есть как телеведущая, чтобы ко мне уже приходили за рекламой, грубо говоря. Давай с этим тогда поговорим. Ставим потом девелоперский проект чуть попозже, его тоже можно будет запустить. И он понадобится, когда у тебя будут навыки уже классные по привлечению клиентов, потому что очень просто привлечь деньги, когда ты говоришь, что у меня уже есть клиенты. Все остальное становится очень просто. Поэтому с этого хорошо бы начать. Давай тогда с телеведущей. Ты в каком проекте хочешь применять вот этот навык телеведения? В том, в котором работаешь, либо в новом? Ну пока в том, в котором работаю, но в идеале, конечно, создать свой канал. А какой свой? Новый проект. Продукт какой там будет? Продукт. Ну продукт это вот, да, передача какая-то, да, чтобы девелоперы сами приходят. Что ты будешь продавать через передачу? Передача это способ донесения смысла. Также зарубежная недвижимость. Недвижимость у всех стран. У кого? У девелоперов? Да, у девелоперов. Так ты агент получаешься? Свободный агент? Ну да, да. Ну нормальная тема. Делается так, я точно прям видел, даже вот с парнем работал вместе, мы в одной группе были. Он создавал ютуб-канал, сначала в Сочи, потом в Дубае. Он просто рассказывал о разных комплексах и говорил, я риэлтор, я покажу вам экскурсию. И он на себя просто привлекал людей и получал комиссию от застройщиков. Так ты хочешь? Ну не совсем, хочется чего-то большего, но не могу докрутить пока что. А что больше? Больше. Ну то есть какая-то, не знаю, больше ценностей для людей, во-первых, давать как-то более такое, не просто продавать, а именно что, да, в плане, не знаю, помогать там инвестиции, чтобы люди зарабатывали на этом. Ну то есть не могу докупить, на самом деле. Ну это и есть, если они купят с целью инвестиции, это цели. Если финальная цель продажи недвижимости, то дальше он с этой недвижимости может жить сам, может там родителей поселить, может с целью инвестиции, может быть в коммерческую недвижимость, там очень много опций. Но суть одна и та же. Ты продаешь недвижимость через видеоблог. Да. Ты говоришь, что-то еще хочется. Тогда скажи, что, я могу это не знать, не понимать или не видеть. Что еще может это быть? Да, не вижу. А что ты хочешь? Вот хочется что-то большее. Ну хорошо, примеры какие-то есть у тебя? Может быть у тебя тогда задача будет найти, что большее? То есть а то знаешь, пойди туда не знаю куда, что-то хочется. Может быть вообще другое, не это. Скажи, пожалуйста, тебе денег достаточно? Нет, хочу больше. Сколько хочешь? Сколько сейчас? Ну сейчас, во-первых, у меня нестабильный заработок, да? То есть, соответственно, там, ну если берем среднее, это где-то 250 в месяц. 250. И это нестабильно. А ты хочешь, наверное, сколько? То и стабильно. Сколько? Я хочу стабильно миллион в месяц. Миллион в месяц. Можно это сделать в недвижимости? Вот когда мы сделаем первый шаг? Да, да, можно. Может быть потом ты подумаешь, что больше. Может сделаем это хотя бы? Ну да, давай. Хорошо, ты можешь? Ну смотри, у тебя же не убежит никуда больше. У тебя будет и возможность подумать в процессе, да? Может быть, у тебя идеи придут. И возможность девелоперства тоже сделать. Потому что когда ты уже начнешь создавать свой проект в качестве себя, как телеведущий, и ты будешь уже там звезда известности и все остальное, там ты в процессе как раз и познакомишься с людьми, с покупателями, возможно, с которыми ты можешь потом и узнать, уточнить, что им хочется больше, и ты что-то им предложишь. Это вот в процессе решается. В процессе создания вот этой вот точки миллиона стабильного. Нормально к этому пойдем? Да, да, нормально, мне нравится. Хорошо. Скажи, пожалуйста, сколько нужно продать или что нужно сделать дополнительно к тому, что делаешь сейчас, чтобы выйти на миллион стабильно? Что нужно сделать? Ну, наверное, генерировать больше контента, то есть больше снимать вот такого рода телепередач. Для этого мне нужно еще чаще ездить, и плюс, чтобы клиенты приходили, да. То есть у нас в основном клиенты как раз приходят с роликов, то есть они видят тебя, они тебя узнают, они тебя уже знают. Ты делился, снимаешь? Или только YouTube? Нет. Раньше снимала, но мне тяжело. Почему? Не знаю. Мне легко, когда меня кто-то снимает. Когда меня кто-то снимает, мне легко вообще запросто. У меня есть там несколько релсов, которые... Компания, в которой я работаю, они оплачивают видеооператора и так далее. И когда меня снимают, то да, мне легко, мне это заходит, я легко это делаю. А сама себя мне сложно снимать. Ну, а если не сама себя, почему сама себя? Это же то же самое, это же только формат. Ты можешь подыгрывать видео YouTube шортсами, либо релсами. Может, не сама себя, можешь, чтобы кто-то тебя снимал так же. Ну, да, тоже. Почему не делаю, не знаю. У тебя вопрос трафика получается больше. То есть, ну, чтобы... Смотри, у тебя задача же не время свое больше тратить, а сделать более эффективную какую-то методику. Да, все верно. Вот. Тогда вопрос, как сделать так. Ну, скорее всего, если тебе не нравится, можно либо оптимизировать, или сделать так, чтобы тебе нравилось. Это вопрос формата и подхода. Можно сделать всегда, чтобы тебе нравилось, и чтобы оно работало. Ну, к примеру, я вот тоже не люблю снимать. Мы просто делаем вырезки и публикуем. У нас и так идут клиенты и заявки. Новые люди приходят через каждые три ролики, там уже есть статистика. Хотя я вообще ничего для этого не делаю, ничего не снимаю. Это не очень хорошо, можно сделать гораздо лучше. Когда сценарий, когда ты снимаешь, и мы тоже будем это делать. Но пока мы это не делаем, чтобы не тратить лишнее время, можно и так. Вот. Ну, то есть это один из способов. Но дальше у тебя получается еще второй вопрос. Наиболее эффективно это сделать, эту тему. Ну, не только, чтобы тебе нравилось, но и чтобы она хорошо конвертила. А это вопрос смыслов. Скажи, пожалуйста, как у тебя со смыслами? С оффером, да? То есть зачем, вот я посмотрел твой ролик, и почему, во-первых, кто я, да? И почему я обращусь к тебе? Я специалист по зарубежной недвижимости, и специализируюсь именно на инвестициях. И основная шесть клиентов, которые ко мне приходят, у них есть деньги, но они не знают, куда вложить. В какую страну даже выбрать, да? То есть есть клиенты, делятся на два типа. Ну, первый тип людей, они, соответственно, четко знают, там, я хочу купить в турции недвижимость, да? У них есть цель определенная, они выбирают определенную страну. И есть второй тип клиентов, которые просто, у них есть деньги, но они не знают, куда их вложить. И, соответственно, я им помогаю сделать выбор. Мы разбираем, какую страну лучше выбрать, какая доходность, зависит от их бюджета, какой у них бюджет. Ну, исходя из этого, соответственно, я помогаю клиентам. А у тебя консультация или какой-то инфопродукт, или что это? Нет, это просто, это мои бесплатные услуги. Ну, понятно. Хорошо. А зачем они хотят выбрать себе недвижимость, с какой целью? Инвестиционную, либо просто жить? Инвестиционная, инвестиция, инвестиция. То есть они хотят деньги заработать? Да, конечно. Ну, понятно. Ну, тогда, почему бы тебе сразу же не помогать им деньги заработать? Просто говори, что как заработать столько-то денег в инвестиции, в разные рынки с разной доходностью, с разными рисками. Приходи, составлю индивидуальную стратегию по инвестиции, инвестированию и заработку. И все. И там ты можешь посчитать просто сколько-то процентов годовых, сколько у них будет. И дальше показывай, что человек купил там на стадии котлована, через год он окупил эту недвижимость и каждый месяц получает там пассивный доход. И в итоге у тебя оффер такой, что как обеспечить пассивный доход, например, там 10 тысяч долларов в месяц, вложив там 100 тысяч. Ну, на самом деле я делала такой инфопродукт даже. То есть изначально, до того, как прийти в зарубежную недвижимость, я делала свои курсы по финансовой грамотности, по инвестициям. Но когда я этим занималась, мне это неинтересно, это не мое. То есть мне скучно. Ну, вот эти вот все графики, расчеты делать, мне неинтересно. Мне интересно прям работать с недвижимостью, мне интересно работать с застройщиками, мне интересно ездить к ним, ну, смотреть все это, ручками щупать, глазками смотреть и так далее. То есть мне больше вот сам процесс интересен, да, вот этот. Ну, хорошо. А если ты графики не будешь делать и считать, будет нормально? Ну, в принципе, да. Клиентам сейчас уже, я поняла, раньше я делала графики там и так далее и расчеты, сейчас я с клиентом просто разговариваю в словах, быстренько обрисовала и все, поняли. Ну, потом, если надо оформить, это оформить просто техник. Это же вопрос, смотри, не то, что ты инфопродукт делаешь или что-то, это у тебя ценность, которую ты несешь к клиенту. И ты сразу это не сказала. У тебя продукт, получается, сформировать обязательно нужно. То есть что ты даешь? Если что-то большее, то ты помогаешь людям зарабатывать денег с помощью инструмента инвестиций в недвижимость, минимизируя риски, повышая прибыль. И вот как это сделать лично для них в стратегии? Ты им даешь ясность, точное понимание, смысл ты такие просто несешь основные и сопровождаешь сделку, потому что у тебя большой опыт. А как тебе приходят? Уже через передачи и все остальное, в которых ты закладываешь эти смыслы и показываешь, где что купить можно, чтобы выйти на выгодный доход. Ну, а дальше ты уже делаешь. Либо просто купил себе, построил, либо купил, сделал флиппинг, продал, либо сдаешь в аренду. Ну, то есть разные варианты. И под каждого человека подстраиваешь стратегию. То есть у тебя такое ответвление получается. И делать это можешь не ты. Ты можешь быть звездой как раз-таки телепередачи. Именно так, наверное, и нужно быть. Потому что как только ты схему придумала, вся эта схема наполняется сотрудниками уже дальше. Ну, сначала сама можешь делать, чтобы никого не нанимать. А потом сотрудниками. Все, привлекаешь клиентов. Этого мне и хочется, на самом деле, да. То есть, грубо говоря, я привлекаю клиентов, а дальше уже все, дальше уже с ним работает кто-то. Угу. Все, супер. Докопались. Ну, вот эту цепочку, в принципе, можно сделать. Вот это вот мы можем сделать с тобой, если ты хочешь, тебе интересно. Да, мне интересно. Подходит такая штука. Смотри, вот, ну, формат тоже 2 получается. Не знаю, тебе сказали, нет. До результата можно конкретно, чтобы у тебя было, да. И как процессная история, так же будешь приходить на занятия. И делать просто поэтапно это все. Вот, не знаю, какие вопросы у тебя еще есть. Можешь задать, спросить. Ну, по стоимости, я так поняла, что до результата, это, соответственно, цена результата, там, вообще, да, сколько тебе? Ну, у нас стандартное предложение, ну, если со мной прям работать, я работаю до 2 миллионов минимум, чтобы тебя было, за 1 миллион. Вот такое предложение. Вот. И плюс тебе там строим систему, чтобы у тебя оно постоянно приносило. Все, что мы сейчас обсудили, оно у тебя будет работать, и в итоге твоя известность через передача тебе принесет клиентов на, там, заказы, вот, на, чтобы у тебя был доход минимум 2 миллиона, чтобы минимум 2 раза больше, чем вложило. Вот. Это вот такое предложение, которое я придумал, которое работает отлично. Также можно, это до результата с гарантией, ну, то есть прям ведем, как наставничество. Вот. Также можно проработать просто вот этот путь я тебе дал. По этой пути есть уроки определенные. Ну, то есть, вот ты его записала, а теперь как сделать продукт? Ты делаешь продукт, приходишь, приносишь, смотришь. Вторая тема. Допустим, как методику сделать? Ты смотришь, как она уже была сделана, там, у других ребят, там, у меня. Также приноходишь, спрашиваешь, вот правильно я сделал, правильно я поняла. Ну, описываешь, сама делаешь. Собственно, приходишь вот так. Вот. Эта штука не с гарантией до результатов, а как бы в процесс. То есть мы с тобой делаем эту штуку. Вот. Это 240 годовое участие. Пожалуйста, можно приходить, там, спрашивать, общаться. Вот, тебе будут помогать ребята, которые как раз наставники по моей теме. У меня просто вот моя история, что я делаю. У меня есть методика, по которой я создавал много разных бизнесов, и она точно работает. Вот я еще все передаю. Вот я помогаю ребятам ее освоить, и они будут помогать бизнесам освоить. Пока я помогаю вместе с ними, то есть и учу одновременно, и в процессе делаю. Ну, пока нас не так много людей. Вообще нас будет, там, сотни и тысячи людей. Вот. И мне нужно, там, сто наставников, условно, кто будет. Пока вот у нас здесь сейчас в плане. Вот. Поэтому мы можем и так, и так сделать. Ну, и если тебе будет интересно, ты тоже можешь и тоже, когда технологию поймешь, тоже можешь и преподавать. Если тебе интересно. Если нет, то только свой проект. Тоже отлично. Вот такая штука. То есть, либо миллион, либо 240. Еще есть вариант, кого-то взять из наставников и с ними поработать до результата. По цене менее миллиона. Все то же самое, только как уж договоришься персонально. Ясно. А если с гарантией, то это сразу выплачивается или потом, когда ты уже начинаешь, ну, куда-то заработать? Не, сразу. Я раньше брал людей, как раз у меня было предложение, что ты оплачиваешь так же 200, а потом в процессе доплачиваешь. Вот. Но я сейчас от этого отхожу, потому что моя задача передавать уже клиентам, моих клиентов дальше. То есть, моя задача, чтобы вот мои ребята, кому я передаю технологии, сами работали. Вот. А я уже стараюсь повыше чеки брать. Ну, потому что личное участие. Потому что если я всем буду брать, я точно не успею всем помочь. А так через другие руки могу. Ну, вот такой вот масштаб будет. Ну, понятно. Вот. Но качество и все остальное то же самое, потому что ты также можешь приходить, пока там, опять же, у нас не стоили ни тысяча, я тоже смогу тебе какое-то внимание посвящать. Но единственное, что персонально все равно ты будешь работать сама по материалу и с наставником, с кем-то, вот с Настей, например. Она может тебя провести по урокам, по материалам, которые вместе с тобой смотрят и показывают тебе, как надо, помогает. Ну, а если что-то непонятно, я уже вам тоже помогаю. Ну, должно быть понятно в целом, там все. Описано уже. Это стратегия, которую я тебе сейчас говорю, она уже сделана. Ясно, поняла. Спасибо. Да. Что думаешь? Ну, думаю, что второй путь, наверное. Это какой? Это которая в процессе за 240. За 240? Ну, ты пойдешь ли тебе еще подумать надо или что? То есть, есть еще какие-то вопросы пока вот тут? Ну, здесь, если бы можно ли это в расрочку? Можно. Да, как-то угодно. Ну, можно какую-то сумму сразу внести, а можно что-то в расрочку. Можно вообще все в расрочку оформить. Угу. Хорошо. И как это потом, через кого в дальнейшем? Понимаете? А, я думаю, вот с Настей ты как раз вяжешься, она тебе подскажет, поможет это все сделать. Хорошо. Окей. Все, и ты сможешь приходить тогда, задавать вопросы, и мы вместе, я, с Настей, тебя доведем. Угу. Хорошо. Спасибо. Что будет непонятно, я тебе подскажу, расскажу. Вот. Класс. Ну, все, тогда, да, можешь оставаться. Можешь там, если все, если торопишься, можно выходить, можешь оставаться, как хочешь. Не, мне интересно, но если можно, то я останусь. Да, да, конечно, конечно. Когда мы встречаемся с людьми, вот, в принципе, то, что мы сейчас делали, мы просто спрашиваем, да, что человек хочет, как хочет. Ну, вот, как вот сейчас с Маргаритой. Да, Маргарита, кстати, дай обратную связь, насколько тебе было, как бы, комфортно, понятно, четко там описано. Мы ничего же не придумываем, просто спрашиваем, что человек хочет, и смотрим, есть ли у нас такая тема или нет. Если есть, то говорим, вот, пожалуйста, можно дойти до такого-то результата, таким способом это сделаем, это делаем. То есть, насколько тебе было понятно, комфортно, я тебе объяснял. И комфортно, и понятно, но самое главное, что, не знаю, каким-то образом, да, ты вытягиваешь вот ответы даже, которые, ну, то есть, как бы, в каждом человеке, на самом деле, сидят ответы на все его вопросы, но тяжело самому себе сформулировать, докопаться до сути. И вот, когда кто-то тебя направляет просто вопросами, ты вытягиваешься из себя это. Это прикольно. Абсолютно верно. И я же не сказал ничего, что не было в тебе. Я просто спросил, как ты хочешь, и сказал, да, так можно. И все. Потому что, действительно, ты знаешь, видишь, понимаешь. Единственное, что, когда ты сказала, что хочется чего-то большего, ну, я тогда подумал, что можно что-то большего, но не стал тебе рассказывать. То есть, я хотел как раз, чтобы ты сама дошла до этого в процессе. Как я это сделал, обращая внимание, как технология? Я стал спрашивать, какой твой продукт дальше. То есть, сначала мы посмотрели, что ты хочешь сделать. Это процессная тема. Я хочу заниматься тем, что буду звездой. Этот тебя зажигает. Зажигательная тема. А потом эту тему, то есть, когда мы поняли, что это точно твое, мы добавили на продукт. Потому что любой способ, как мы хотим проявляться, можно и нужно добавить на какой-то продукт. А продукт твой – это деньги. И все. И также я уточнил по поводу, там, инфопродукт либо обучения. Ты сказал, что там неинтересно. Я спросил тоже, почему. Почему неинтересно? Ты рассказал, почему. Когда ты рассказываешь, почему тебе что-то интересно либо неинтересно, я как раз выявляю, что тебе нравится, что не нравится. И тогда у нас же нет вопросов, что мы не сделаем. Мы сделаем в любом случае. Нам нужно выбрать один из способов. И вот лучше выбирать способ, который тебе комфортен. Таким способом можно сделать. И так же мы с клиентами. И ты так же с клиентами. И клиенты со своими клиентами. То есть, это всегда так. Хуже, когда говоришь, нет, только так, а не иначе. А лучшее – это когда ты с каждой комбинацией, что нравится человеку делать, любая деятельность может привести к доходу. И вот ты ее комбинируешь. Вот это вот такой способ, как вытащить из человека и провести по правильной модели. Когда ты будешь делать, мы тебе построим такой же скрипт. Собственно, люди к тебе приходят. Ты с ними начинаешь беседовать. Говоришь, а почему ты вообще хочешь инвестировать? И он говорит, то-то и то-то. Исходя из того, что он сказал, ты смотришь как раз точно так же вот эти вот линейки, которые возможны. Говоришь, можно так, можно и так, можно и так. Что тебе больше нравится? И кто-то будет в аренду сдавать, кто-то будет просто покупать, кто-то будет флиппинг делать. Все, ты говоришь, можно и так, и так, и так. И у тебя три разных там продукта. Вот это то, как я сейчас это сделал. Поэтому было нормально. И вот ключевое, и наставнику, кто помогает по системе, и продавцу, ну как эксперту, кто ведет клиентов, это то же самое на самом деле. Это просто форма разная. И важно знать вот эти ответвления. Вот у нас внутри все ответвления есть, как такая вот табличка. Вот мы их смотрим под себя и потом дальше с клиентом работаем. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, да. Вот это мы внедрим и все сработает. А навыки, которые необходимы, это маркетинг и продажи. И вот если, допустим, ты рился, например, не хочешь или не умеешь делать. Вот у нас Василина, например, подскажет, как это делать очень легко и просто она отлично делает. Ну, собственно, она занимается, помогает все организовать. Так что можно все делегировать вообще легко. Вот у нас есть в сообществе ребята, которые умеют делать и автворонки, и рился, и разные вещи, которые делать не хочешь. Лучшие таблички. У нас есть люди, которые прямо эти кайфуют от этого. Вот, можно им передать за вменяемые либо деньги, либо процент какой-то. То есть уж как договоришься. Вообще, это не вопрос. Проще повысить стоимость чек свой и добавить сервисы для клиента. И не делать их. Вот это классный такой продукт ты комбинируешь. Да, понятно. Ну, супер. Спасибо, что пришла. Спасибо, что задавала вопросы. Вот, я надеюсь, тут и тебе было полезно, и ребятам было полезно. Такой вот разбор тоже живой. Поэтому класс.